Чик-чик, это Гоша Карцев. И это обзор «Ты хотел?» Ну, не знаю, хотел, не хотел, но получай. Российские недели моды. К сожалению, название в прошлом конкурсе вы так и не придумали. И я отдаю приз самому смешному комментарию на мой субъективный взгляд. Ольга Собина. Hi, how are you? С Рубан начнем. А где смотрим? На Воге Раша. Я был на этом показе, ничего не буду скрывать. Коллекция была супер женственная. И она была как будто бы немножко ненаделанная. Показ открывала маленькая дочь одной из дизайнеров. Алисы Рубан. Петра Ивановна, наверное, тоже Рубан. Кастинг был супер. Показ ставил Артем Кривд. И все было четко. Были серьги, корсеты. Полную коллекцию вы можете посмотреть на Вог Раша или прийти в шоурум на Камергерском и там все потрогать. Вот и Петра Ивановна с собственной персоной. Девчонки Рубан молодцы. Вас нельзя, правда, называть девчонками, но представим, что мы лучшие друзья. Следующая у нас кто? Хочу сочину какую-нибудь посмотреть. Можно? Нюша Уэр. Коллекция осень-зима 19-20. Певица Нюша представила стильные, современные, динамичные, ретранслирующие социальные тренды. Макияж отстой. Одежда непонятно кому сделана. Три шнурка в капюшоне. Это же так просто и прикольно. Мне нравится вот эта идея. Модели тоже. Три шнурка в капюшоне. В каком капюшоне? На главном экране перед шоу сама там что-то укрепляется. Ммм, ласкаю себя Нюша Уэр. Ммм. Так, парень идет от бедра. Ммм, наш человек. Шел 2019 год. Нюша открыла Воггеров. Велосипедки. Действуй. Сильная. Я такая. Что написано-то? Не бойся. Яркая. А сколько стоит, интересно, Нюша Уэр? Купить просто захотел. А Наталья Рейра, да, немножко из 2000-х? Я такая. Какая-такая-то? Песня где? Зачем это Нюша делает? Запиши альбом. Нюша, собралась? И давай. Я теперь бою воспоминания. Александр Рогов. Было много зебры, полоски. Вот это пальто мне очень понравилось, но оно на меня не налезло. И вот здесь, если присмотреться, у них Александра Рогова на многих изделиях вшито, как будто бы торчит дополнительный рукав, и он необработанный. Вообще необработанные концы была одной из тонких красных линий коллекции. Это искусственная кожа, так что вы там все, как они, веганы, и вот вам, пожалуйста, на зиму аутфит Рамона. Роман Якобсон ходил в том числе на показе, ходил на каблуках. Романа и Александра связывают на самом деле довольно много, поэтому это не просто парень, который вдруг неожиданно появился на подиуме, а это правда коллега, бывший Александр Рогова, ныне художник Роман Якобсон. Вот этот бомбер очень красивый, он также был как полноценно. Видите, он как будто внизу отчикрыжен, отчикрыжен. Вот это уже становится ДНК Рогова, когда он делает тренч или пальто, а у них воротник, он как бы и шарф, и как бы и бант. И Рогов мне Александр не сказал, но он вышел моделью на своем собственном показе. Это реально, мне кажется, смешно, потому что все не ожидали, и видите, у него даже жемчужное колье. Мне кажется, у кого он подсмотрел? Да. Фотки супер, коллекция классная, бегом в Рогов шоп. Viva Vox by Олег Овсиев. Здесь матрица, парни накрашены. Штанишки вы видели в обзоре, у меня такие же есть, а вот это пальто, у которого просто перед вырезан. Я не буду тут шутить. Тренч, внутри розовый. Бахрома, тренд-алерт. У него что, тоже была бахрома просто. Я не могу пока понять, про что коллекция. Индейцы, во. Батфорты. Что это за цвет это? Что это за цвет? Грязный голубой. О, бархат. Что красиво-то так. В России есть мода? Да, есть. Друзья, смотрите, какие у нас таланты. И чтобы как-то сглазить картину, Белла Потемкина. Белла. Тут челки, неон, зебра. Ой, очочки. Серьги в виде логотипа. Хитро. Ой, платье упало. Это кто? Какая-то подруга? Ну, это офвайт. Короче, нужен стилист, нужен конструктор. И перестать эту эмблему везде фигачить. Ну, не такой-то сильный товарный знак. Не надо так с нами. Мы готовы к лучшему. Белла, мы готовы. Мы ждем. Пока сосиска от Рома Уварова дизайн. Он чокнутый. И это искренне. Рома ржет. И вы все должны понимать. Это. Хочешь казаться модной? Иди быстрее на кухню. Бери свой столовый прибор и делай себе очки. Типа ты худеешь и модничаешь одновременно. Или одновременно. Шитые скатерти. Колье из ложек. Терги из клеенки. Сумка из клеенки. Подиум из клеенки. Клеенка, клеенка и погоняет. Бабуля. Я бы сфоткался в таком инстаграм. Мне нравится. И, дорогие друзья, если вы веган, то следующий лук не для вас, потому что у нас здесь сумка-колбаска. Рюкзак сервелат. Клач докторский. Ромка смешнулька. Мне нравится. Продолжай в том же духе. Респект. Кто не понял, значит, не ваше. Алена Ахмадулина. Здесь у нас какая-то змея под колонной, судя по всему. Питон. Питон. Вроде бы уже не модно будет в следующем сезоне. Что мы продолжаем его делать? Ну, может, до Ахмадулина только и дошло. Котята и собаки на питоновом столе. Ну, добрый день. То есть, это типа союз мультфильм встречается с Канни Уэстом. Ёжик в тумане. Девчачья версия. Диор для сумасшедших. Короче, Ахмадулина ебнулась. Напоследок я что оставил, дорогие друзья? Это стрит-стал с московских недель моды. Это ж прям вот... Ой, ты мой хороший. Ну, ты кто? Влаева. Брови-то зачем? Это татуаж? Вы визажист? Это мейкаперы? Ну, лысый брат, я тебе что могу сказать? Усы завидные, платок тоже. А так ты интересный персонаж. Мода сейчас удивительный момент, потому что ты смотришь на модников и не понимаешь, это Раф Симмонс для Кельвин Кляйн или это одежда из строительного магазина. Сгордился и рассердился. Бабуля мотоциклетная. Ах, какая у вас сумка, посмотрите, это что, ванг? Сапоги, тоже непонятно. То ли балансиага, то ли секонда. А при этом она кровавая бабуля, видите, у нее? И идет из Кремля. Тесак, по-любому, в сумке это лежит. А сумка хендмейд, она сделана из крышек от жестяных банок. Вот вы персона интересная. Харли Квинн отшибленная вообще. Каблучки, макияж. А какой продукт вы использовали на глазах? Вы школу-то прогуливаете. Зачем? Лучше бы на физике остались. У вас тут ремень съехал. Ой, одну штанину заправила, другую нет. И одну серьгу надела, другую нет. Как бы биполярка у девчонки. Очки на голове носить нельзя. Это плохо. Не по этикету, я не разнашиваю это право. Не надо так. Это баба сумасшедшая. Сумка кокос, непонятно зачем. Это шляпа летняя. Зимой холодно, люди в пуховиках. Еще и баску на себя нацепила. Очень перестаралась. Крейзи. Опять жилетка сантехническая какая-то. Но при этом Херон Престон и Оффайт, да? Хайбистеры. Вот этот парень как бы на расслабоне, поэтому и выглядит хорошо. Люди вон модные рубят, а при чем здесь Майкл Корс. И вот эти вот финтифлюшки внизу на джинсах лишние. Надо отрезать, Майкл Корс перевернуть. И, в принципе, и лицо, и был быстрит стайл. Неоновые грустные дети. В школу пошли. Шуба мамкина. Шубу нацепил, носки забыл. Вот это вот молодежь. Но зато в очках. Понятное дело. Мы же Москва. Мы же столица солнца. Ты кто такой грустненький у нас? Ребенок. Во-первых, холодно на улице. Я знаю тот день. Во-вторых, вот эта челочка. Не так внешность яркая. Зачем так плохо стричься? И цепи эти. Ну, вы чокнутые. Это же видно. Свет озарил мою больную душу. Горбун из Нотр-Дам-де-Пари. И к паспарту из Форта Боярд. Равно. Тридстайл. Рашин фэшн. Ребята, прекратите носить цепи. Я их ношу. Хай. Шахматная королевка. Велосипедки на колготке. Ты реальный сейчас? Грибнуля. Мы видим, что сапоги-то Бёрбари. А не садовода? Али у мамы взяла погонять. Жилетку еще и подпоясала. Креативная баба. А вот это богатые дети. Видно сразу же, да. Гуччи, Луи Виттон, Прада погоняют. Молодцы. Вы показали, насколько ваши родители молодцы. Ребят, давайте не будем гнаться за трендами, а будем все-таки честны с вами с собой. Когда вы стараетесь, это всегда видно. Помните об этом. В России есть интересные, хорошие, качественные имена. Некоторые из них сумасшедшие, но это же только начало. Индустрия-то новая. С вами был Гоша Карцев. И это обзор с Гошей Карцевым. Спасибо тебе. Лайк, шер, комент. Пока. Подписку не забудь.